Утро понедельника у контролёров и полицейских начинается с профилактики масочного режима в общественном транспорте. Несмотря на то, что для жителей города эта картина привычна, всё ещё находятся люди, которые даже после замечания отказываются использовать средства защиты. С такими пассажирами у полиции разговор короткий и заканчивается высадкой из транспорта и оформлением административного протокола. Только за прошедшую неделю проверяющие выявили 17 подобных нарушений. Это вдвое больше, чем было до увеличения количества дневных рейдов. Сейчас соблюдение масочного режима ежедневно проверяют 12 раз – в утреннюю и вечернюю смены. На контроле специалистов не только пассажиры, но и работники транспорта, находящиеся на линиях. Кондуктор, водитель берут с собой защитные средства, без которых они не имеют права выходить на линию. Часть сотрудников транспортного предприятия, кто уже привился, либо не поставил прививку, они также должны надевать защитные средства во время рейса. Более 250 работников предприятий-перевозчиков и профильного городского департамента уже сделали прививку от коронавируса. Как отмечают в департаменте транспорта, жалоб на побочные эффекты вакцин не поступало. Прививаться или нет – решение добровольное. Оформить заявку на постановку вакцины можно самостоятельно, позвонив по телефону горячей линии 122, либо подав заявление на рабочем месте. Все сотрудники транспортных предприятий, а также департамента транспорта, которые подлежат вакцинации, занесены в списки. Эти списки аккумулируются в районных администрациях по месту нахождения предприятий и передаются в медицинские учреждения для проведения вакцинации. Ежедневный контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Самары начался в октябре прошлого года. Именно в этот осенний месяц к проверяющим подключилась полиция. За все это время в отношении безмасочников сотрудники правопорядка составили 293 административных протокола. В понедельник утром проверяющие зафиксировали два подобных нарушения. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.